Фраза, то есть вот это предложение, то есть все, начинается намаз, начинается выстаивание намаза, эта фраза, она повторяется дважды. На это указывает то добавление, которое приводится здесь муслимам, в версии Яхи, что Аюб, он сказал, кроме слов, то есть эти слова повторяются дважды. Почему они повторяются дважды, если все другое произносится по одному разу, почему слова, а эта фраза называется икама, да, то есть вообще вся вот эта вот, вот этот вот призыв весь, вначале, перед намазом, который произносится, он называется икама, да, и вот эта фраза тоже называется икама. Почему? Два раза произносятся. Для подтверждения, для подтверждения того, что сейчас начинается намаз, для подтверждения того, что будет сейчас совершение намаза. Потому что, собственно, это ключевая фраза здесь, да, то есть предназначение икамы, из главных предназначений икамы, это оповещение о том, что сейчас начинается уже намаз, что он уже начинается, да. И поэтому эта фраза, она здесь важна, икама, 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 и вне мечети они внутри мечети не как делают это сегодня а икама внутри мечети и поэтому всех альбании рахмаллаху тааля поскольку и камана внутри мечети и кама ее предназначением не является уведомлять людей которые находятся там дома или где-то вне мечети уведомлять о том что скоро будет намаз на приходите на намаз призвать их к намазу нет предназначение хам это уведомление о том что сейчас уже вот что будет выставиваться намаз и поэтому она читается внутри мечети ее цель не является людей из призывать на намаз поэтому всех арбани рахмаллах говорит это правильно что азан да азан он читается при помощи микрофона этого внешнего микрофона так что люди слышат те которые вне мечети которых у себя в домах там на улицах и так далее а икама и и читают без внешнего микрофона не во внешне вот этот микрофон то есть или вообще без микрофона или есть на примечать большая но голос слабую человека например и он боится что не будет слышно то тогда внутренний микрофон для того чтобы слышали те люди которые внутри мечети но они внешне микрофон так что услышат люди которые в ней мечети и сам она не нуждается в микрофоне не нуждается в таком усиление голоса азан да он нуждается в усилении голоса таком почему потому что цель азана это призвать людей к намазу чтобы они пришли уведомление о намазе чтобы они пришли на намаз это первое цель разное понятно азана цель призвать людей поэтому он произносится вот так вот во внешний микрофон а по монеты кому не нуждается микрофон это первая причина почему так а вторая причина если и кому тоже читать вот так вот микрофон тот внешний микрофон то здесь мы сталкиваемся с одним вредным последствием каким то что люди начинают опираться на и кому и не идут на намаз пока не услышат и кому зачастую так бывает то есть люди приходят на нам настолько даже услышат и там а по и хама все побежали пошли и кому а до этого не идут мечеть опираясь на и кому сидят ждут 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 разговаривать там чем-то занимаются пока не слышат и кому из мечети потому что она читается во внешний микрофон до зачастую это ошибка мы сказали вот слышу крыльком и потом уже идут в мечеть поэтому и хам не нужно произносить вот этот внешний микрофон посредством которую будут слушать и люди которые вне мечети находится или у себя в домах